Всем привет! Сегодня я вам расскажу про очередную радиосистему. Причем вот эта штуковина, сразу забегая наперед, скажу, что за свои деньги меня очень приятно поразило. То есть у меня недавно был обзор другой системы и разница между ними где-то 20 долларов. А здесь, несмотря на небольшую разницу в цене, фишек гораздо больше. Я вам сейчас покажу в чем дело. Эта байда называется Seven Rims I-Ray DV20 Pro. Сразу скажу, что есть версия DV30 Pro, которая отличается тем, что передатчики еще параллельно могут писать звук в себя наравне с Rode Wireless Go, которая стоит почти в два раза дороже. А 30-я версия стоит там, по-моему, разница между ними 10-20 долларов. То есть можно чуть-чуть доплатить и получить еще и возможность писать в себя параллельно с тем, что она будет писать в камеру. Ну давайте посмотрим на комплектацию. Здесь у нас инструкция, гарантия. Причем инструкцию я прочитал, прежде чем делать этот обзор. И она подозрительно совпадает с инструкцией предыдущего микрофона. На что я обратил внимание в инструкции, что там пишут, не надо поворачиваться спиной, иначе будет перерывание сигнала. Сейчас во всех обзорах вот таких систем люди тестируют перекрытие, поворачиваются спиной. И здесь производитель пишет, что так делать не нужно. Но я протестировал, мы послушаем. На что это реально влияет. Здесь сама система, но давайте посмотрим все остальное, что идет в комплекте. А еще здесь идет в комплекте куча всякой дребедения. Я уже распаковал одну мохнатку и провода, естественно. А с этой стороны у нас волшебный ворез, который очень напоминает систему Holy Land Lark 150. У меня есть обзор на канале. Там был реально практически такой же ворез. И сразу скажу, чем мне не нравится вот этот параллелепипед, что он большой. Вот реально большой. То есть эта штуковина где-то, наверное, сантиметров 12 шириной. У меня на обзорах были куда более компактные системы. Причем учтите, что здесь внутри только приемник и два передатчика. То есть все остальное нужно еще где-то носить. Вот всю эту радость, чтобы эта штука была рабочей. Потому что только с этим вы записать не сможете. Вам как минимум еще понадобится кабель связи с камерой. А здесь же в комплекте еще идут микрофончики. То есть не в каждой системе такой идут микрофоны. Мы сейчас послушаем, как они звучат. Неплохо звучат. Вот этот кабель в камеру. Вот этот кабель в телефон. И змей-горыныч. То есть с одной стороны USB Type-A в зарядку. С другой стороны три USB Type-C. Это если вы захотите заряжать вот эти вот штуковины не через волшебный ларец, а по отдельности в каждую можно засунуть USB Type-C и не таскать с собой вот эту громадную вот штуковину. То есть можно сократить размеры всей этой байды, убрать волшебный ларец куда-нибудь на полочку, вообще убрать. И можно сократить, так сказать, рабочие размеры до того, что я сейчас держу в руках. То есть у нас два передатчика, приемник и вот этим цепляем в камеру. Все. Но под это нет никакого чехольчика, чемоданчика, мешочка. То есть где вы это будете таскать? Не, ну в принципе мешочек докупить не проблема. Но хотелось бы, чтобы он был в комплекте. Это я уже, знаете, начинаю придираться. Что еще приятно порадовало по сравнению с предыдущей системой Комика, что здесь есть ветрозащита, которая не отлетает. То есть ветрозащита устанавливается, вы вставляете, но тут правда надо прицелиться, как всегда, вот вставляете и чуть-чуть прокручиваете. И все. Вот она довольно крепко держится. Крепление пластиковое, но с защелкой. То есть если вы прицепите вот так вот на улице, у вас будет, допустим, зимняя одежда, она будет туда-сюда болтаться, ничего страшного, она не слетит. Мне это прям очень понравилось. У предыдущей системы с меховушками была проблема. То есть они в комплект положили, но они слетают просто на раз-два. То здесь с этим все хорошо. Вот меховушка зачетная. Ну и, конечно же, возможность подключить родную петличку и иметь передатчик и полноценную петличку. Можно и не родную. Далее, что касается вот этой коробочки. Давайте я сейчас положу все это добро назад в коробочку. Причем, знаете, вот по поводу размеров коробочки, посмотрите, сколько здесь лишнего места. То есть у нас, смотрите, как он сверху по-царски приемник кладется, по бокам передатчики. Можно и наоборот, потому что они совпадают по габаритам. Вот, они абсолютно идентичны. Вот, так цепляем. Здесь идет такая хитрая зарядка. Причем, чтобы она работала, нужно снять, ну я уже снял, клееночки там были маленькие, чтобы она заряжалась. Задача вот этого здоровенного кейса, он может два раза зарядить и приемник, и передатчики. В общем-то, как и в той системе. Но при этом заявленное время работы приемников и передатчиков по 6 часов. У системы Комики было 8 часов. Но опять же, я не проверял. Может быть, те врут, а эти говорят правду. Но факт в том, что здесь заряжающий чемоданчик гораздо больше. То есть мне вот эти габариты не нравятся. И так же мне не нравится, что здесь, ну я повторяюсь, потому что здесь нет дополнительного чехольчика, чтобы таскать вот всю эту радость с собой. Теперь, чтобы эту штуку включить, достаю приемник и передатчик. Как вы видите, после того, как я их достаю, с ними ничего не происходит. То есть нужно вручную их включать. Нажимаем и держим, ну секунды две буквально. И они довольно быстро включаются. И они уже спарены. Дополнительно спаривать не нужно, но нужно включать. Причем интересно, когда вы их кладете в чемоданчик, они автоматически выключаются. Гаснет экранчик. А если вы их достаете, то потом нужно опять их включать. Открою инструкцию на моменте подключения. Как видите, здесь есть очень много разновидностей, куда и как это можно подключать. Если вы хотите эту систему включить в телефон, то у вас в телефоне должен быть разъем 3-5 мм. Если этого разъема нет, то вам нужно докупить отдельно вот такой вот адаптер. В комплекте он не шел, чтобы подключить 3-5 мм в USB Type-C, как в моем Xiaomi 10T Pro. И давайте сразу же проведем тест качества звука в телефон. Не туда подключил. Знаете, здесь очень легко перепутать приемники и передатчики. То есть очень маленькими буквами написано RX и TX. Но реально маленькими буквами. То есть если вы так быстро с ними работаете, то гораздо проще их различать между собой, что у приемника две дырки, у передатчика одна дырка. Ну и микрофон. Потому что надпись нечитабельная. Я считаю это мелким недостатком, что на первый взгляд приемник и передатчик не различаются между собой. Сзади они вообще полностью идентичны. Цепляем на себя одну штуковину. И на телефоне нажимаем запись. Причем здесь на вот этом приемнике можно регулировать громкость микрофона. А, Б нажимаете на кнопочки и регулироваться он будет в децибелах. То есть это, кстати, хорошо. Не в каких-то абстрактных единицах, а в децибелах. В данном случае у меня сейчас все идет в монорежиме и микрофоны не разделяются. Но смотрите, можно писать, так как я сейчас подключил по аудио шнурку, а можно еще по-другому в телефон писать. Для этого нам понадобится шнурок, который не идет в комплекте. Это USB Type-C на USB Type-C. То есть такую штуковину нужно будет докупить отдельно. И теперь смотрите, что у меня сейчас за фокус происходит. Я точно так же могу подключить и в телефон через цифровой интерфейс. Но есть нюанс в том, что если подключать по аудиокабелю, звук получается реально тихим. То есть я там накидываю на посте, по-моему, где-то 10 или даже 15 децибел. Опять же, это можно отрегулировать вот здесь, увеличить громкость микрофонов. Но если у вас здесь все по нулям, и если вы подключаетесь вот через вот такой шнурок, то в телефон звук будет очень тихим. И это плохо. То есть нужно будет накидывать громкость. Поэтому прежде чем начинать какую-либо серьезную съемку, проверьте уровень громкости. То есть чтобы он у вас соответствовал типу устройства. То есть вот так. Ну через такой кабель мне, кстати, звук очень понравился, как в телефон, так и в компьютер. Я уже так мысленно сравниваю с предыдущей системой комикой, потому что та система как раз в компьютер мне по звуку не понравилась. Вот в камеру она писала хорошо, а в компьютер не очень. То вот эта штука по моим тестам пишет всюду хорошо. И в телефон, и в компьютер, и в камеру. Всюду одинаково хороший звук. Но прикол в другом, что качество звучания в микрофон и в передатчик было разным в зависимости от того, как я его подключаю. Ну вы сейчас сами послушайте. Я буду просто переключать и писать на камеру, ну писать на экране, что и как я пишу. Но следующий тест, смотрите, на телефон я уже записал достаточно. Следующий тест будет в камеру. Для того, чтобы подключить в камеру, я возьму вот этот шнурок с черным разъемом. То есть серый для камеры не работает. Нужен именно черный. Подключаем в цветастый Fujifilm X-T3. Почему он цветастый, есть отдельное видео на канале. И здесь у нас идет выход. И потом нужно на самом Fujifilm к каждой камере относится... Ой, во-первых, в каждую камеру нужно вставить карту памяти. Это реально помогает. Снять крышечку с объектива. Но это так, это лайфхаки от продвинутых. И у X-T3 параметр звука спрятан довольно глубоко. Чем отличаются более новые модели, что у них менюшка чуть-чуть, но они улучшили. Можно это забить на отдельную кнопку. Но у меня сейчас... Я через менюшку это делаю. Так вот, я поставил на минус 10 дБ, чтобы звук был хорошим. То есть если вы поставите по нулям, вот как здесь сейчас, то будет перегруз и ай-яй-яй. Обратите внимание, здесь у меня сейчас все по нулям. Но в телефон было слишком тихо, а в камеру получается слишком громко. Вот такие нюансы. Но в камерах всегда нужно ставить на минимум звук. То есть минус 10 у Fujifilm, ну вот даже минус 12 я сейчас поставлю. И запишу, кстати, новый свет от Fillward. Очень зачетный. Будет на него отдельный обзор. И мой эпичный заполняющий зонтик диаметром полтора метра. Это просто пушка-бомба. Это вообще кайф. И я сейчас это все пишу, для того, чтобы проверить, как звучит звук с этой системы. Сейчас я еще раз вспомню, как она называется. Такое название, знаете, неочевидное. Seven Rims IRA-DV20 Pro. Вот такая вот у нас система. И я сейчас что-то говорю, для того, чтобы вы смогли сравнить звук, который идет с петлички из передатчика в камеру. Потому что это один из самых частых примеров использования. То есть или в телефон, или в фотоаппарат. Камеру, я думаю, я наговорил достаточно. И теперь я проведу тест в компьютер. А в компьютер я его подключу посредством USB Type. А, нет, не вот этот шнурок. Просто USB Type-C из компьютера вот сюда подключу. Этот мне не понадобится. Я сейчас веду запись с помощью программы BendyCam, где... Сейчас посмотрим. Да, вот видно, как он распознается. Видите, микрофон. Seven Rims IRA-DV20 Pro. То есть этот микрофон распознается компьютером по USB Type-C. И это прикольно, потому что когда у вас цифровое соединение, то получается самое хорошее качество звука без дополнительных шумов, как если подключать через 3-5 миллиметров вход на звуковой карте. У меня, я смотрю, что довольно низкий уровень громкости. То есть я, наверное, на посте его добавлю. Мне понравилось, как эта система пишется в компьютер. Чуть не забыл сказать о том, что здесь везде есть экранчики. И это прям жирный плюс. То есть не то, что там на одном приемнике или только на передатчиках. Здесь везде можно мониторить уровень громкости. На каждом устройстве видно уровень заряда батарей, насколько они спарены и уровень сигнала. У многих систем из этого ценового диапазона экранчиков или нет, или они маленькие, или там нужно играть в азбуку Морзе. А вот азбука Морзе лично раздражает больше всего. То есть когда вы не понимаете, что с ними происходит, нужно нажимать там в определенной последовательности определенное количество раз, чтобы добиться какого-то эффекта. Здесь с этим все хорошо. Но есть небольшой нюанс. Вот у нас приемник. Две дырочки, значит, приемник. И мы хотим его, допустим, установить на камеру в горячий башмак. Так вот, с этой стороны он не устанавливается. Вот, как видите, оно мне блокирует движение. Его можно установить вот этой стороной, причем заходит довольно туго. После чего мы, допустим, берем черный кабель, подключаем его в выход, в камеры подключаем во вход, и все. Мы короли YouTube. Но чем мне не нравится вот эта штука, что вы, как оператор, видите, экранчик вверх ногами. Оно получается отвернуто от вас. Можно, конечно, так чуть-чуть наклонить, но это не совсем удобно. То есть, вариант, что вы будете снимать себя на вытянутой руке и мониторе, кстати, не видно. Оно наклоняется в ту сторону. Вот этот нюанс с горящим башмаком, наверное, здесь главный такой вопиющий недостаток. Кстати, этот желтый провод очень органично смотрится с моим веселеньким LEGO X-T3. То есть, провод прям зачет. А теперь время протестировать эту штуку на дальность работы и качество сигнала. Итак, делаю тест системы Seven Rims. На мне надеты два передатчика. На одном мохнатка, а к другому подключена петличка. Сейчас я их пощупаю, чтобы понимать, где какой. Вот эта мохнатка, вот эта петличка. Все, настроились. И я пошел тестировать, что здесь с дальностью. Чемоданчик у меня так. Чемоданчик у меня в руках. И я пошел. Начинаю говорить, перекрывая сигнал своим... Иду сейчас я спиной к камере и что-то говорю, чтобы проверить, что происходит с качеством сигнала. Чтобы убедиться, что действительно может работать далеко. Разворачиваюсь, говорю, на камеру. До камеры, ну, наверное, метров 10, плюс-минус, может больше. Ну, и пойду дальше отойду. Я отошел существенно дальше. Вот сейчас прям реально далеко от камеры. И можем сравнить, как звучит звук с петличным микрофоном и с просто передатчиком. На нем установлена ветрозащита. Сейчас здесь вроде бы ветер не сильный, но в поле ветер всегда есть. И я сейчас отвернусь спиной. Я стою спиной, что-то говорю. Начинаю назад, послушайте, была ли там разница. Или разницы нет. И давайте ради интереса я пройду еще чуть-чуть. Я отошел прям совсем далеко. Вот, машу рукой. У меня в руках это зарядное устройство. Пустое. Волшебный варщик. И пойду назад к камере. Посмотрим, есть там сигнал, нет сигнала. Надо проверить, надо проверить, как эта штука работает по дальности. Иду назад, смотрю на закат, подхожу ближе, ближе и ближе. Здесь сигнал, я думаю, уже должен быть. По-прежнему далеко, но я подхожу и подхожу. Да, и это видео снималось на Fujifilm XS10 с китовым объективом. На этом тест буду заканчивать. Давайте просуммирую, что мне понравилось, что не понравилось. Не понравилось, что чемоданчик довольно громоздкий. Также не понравилось отсутствие дополнительного чехла, чтобы носить провода и микрофоны. Но при этом хорошо, что у приемников и передатчиков есть свои экранчики для того, чтобы мониторить, что с ними происходит. Опять же, не у всех систем это есть. Также плюсом является возможность подключать дополнительный петличный микрофон. И они идут в комплекте, и они, в общем-то, сносно звучат. Еще порадовала возможность пользоваться USB-разъемом для цифрового подключения, что работает как с компьютером, так и с телефоном. То есть вы можете пользоваться как 3-5 мм выходом, так и USB-разъемом для того, чтобы соединять эту штуку с другими устройствами. И это хорошо, и это, опять же, не у всех есть. Также мне порадовало, что эта штука хорошо звучит, куда бы вы ее не подключали. Потому что, например, предыдущая система комика Vima C при подключении в телефон или компьютер была довольно глухой, и мне звук больше нравился при записи в камеру. То эта штука хорошо звучит, опять же, и в камеру, и в телефон, и в компьютер. И еще одна жирная опция, что можно приобрести модель чуть-чуть покруче, то есть, как она называется, DV не 20 Pro, а 30 Pro, где вы сможете писать звук, то есть как в диктофон, в сам передатчик. Эта функция сродни двум слотам карт памяти на фотоаппаратах, но я считаю, что это важнее, потому что вы сможете дублировать звук на случай, если там случились помехи, еще что-то, еще что-то. То есть дело не в карте памяти, а в помехах, в радиосигнале, еще в каких-то нюансах. То есть у вас всегда будет запись. Как правило, такая функция доступна в более дорогих моделях. То есть вот этот DV 30 Pro не намного дороже, опять же, чем DV 20 Pro. Именно поэтому вот эту систему я в заголовке назвал как топ за свои деньги, потому что относительно за небольшие деньги вы получаете максимум функционала. По сути, столько же, сколько у Rode Wireless Go, но та система стоит в полтора раза дороже, и микрофоны дополнительные там в комплекте не идут. То есть с микрофонами она будет еще дороже. Поэтому вот этот девайс является очень конкурентным. Так что ссылочки на него я оставлю в описании. Заглядывайте и подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Кстати, хочу сообщить, что я на канале сделал дополнительный плейлист про микрофоны. У меня было немало различных радиосистем на обзоре и у меня было сравнение петличек. В общем, все, что касается звука, у меня собрано в отдельном плейлисте. Ссылочка, опять же, будет в описании. А на этом всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok